Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим закусочные маффины или соленые кексы. Вкусные воздушные маффины с ветчиной и сыром очень красиво смотрятся на праздничном столе. Это интересный способ разнообразить закуски на любой праздник. Полное описание продуктов вы найдете внизу под видео. И также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. В небольшую емкость выбиваем 3 яйца, желательно, чтобы яйца были комнатной температуры, так же, как и молоко. И смешиваем с молоком и растительным маслом. Затем добавляем муку, разрыхлитель или соду, гашеную уксусом, перец, соль и хорошо замешиваем до однородности. Мелко нарезаем ветчину и помидоры. Я советую сок из помидоров убрать. Добавляем ветчину в наше тесто. Перемешиваем. И затем добавляем сыр. У меня два типа сыра. Моцарелла и обычный сыр, натертый на терке. Вы можете добавить любой сыр. Хорошо перемешиваем. Подготавливаем форму для выпекания. У меня это силиконовая форма, поэтому я ее ничем не смазываю. Бумажные капсулы я не использую для того, чтобы выпекать кексы. Я их буду выкладывать на листья салата. Но если вы хотите, вы можете выпекать их в бумажных капсулах. И выкладываем либо половником, либо ложкой на две трети формочки. Мне было неудобно накладывать тесто половником. Я запачкала всю формочку, поэтому я выкладываю ложкой. Но вы смотрите сами. И сверху выкладываем помидоры и сыр. В предварительно разогретую духовку до 180 градусов отправляем кексы выпекаться на 25 минут. Готовность проверяем зубочисткой или кончиком ножа. Они должны выйти сухими. Даем остудиться кексам или маффинам и перекладываем в тарелку. У меня они еще горячие. Я осторожно их переложила в тарелку горячими. Так они остынут быстрее. Вот такие красивые они у нас получились. Пахнет очень-очень вкусно на всю квартиру. Перекладываем маффины на блюдо. Вот я вас вижу в блюде. Вернее, это вы меня видите. Украшаем красиво блюдо листьями салата. И сверху выкладываем маффины. Закуска получается очень красивая. Готовится она быстро и несложно. И удивит и порадует всех гостей. Обязательно попробуйте этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. А я вам желаю приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория.